Оксана Гринберга. Зимний бал или ещё один шанс для попаданки? Глава первая. Этот год мог смело получить приз за свою никчёмность. Он тянулся и тянулся. Бесконечные серые дни сменялись похожими. Моя жизнь состояла из походов на работу и поздних возвращений домой. Пока в последний день уходящего года я не оказалась на корпоративе в приёмном зале нашей компании. Там-то я и увидела истинные лица своих коллег. Сильно навеселе расхристанных весёлых. Хотя предпочла бы и дальше пребывать в счастливом неведении. Но мне не позволяли. Не оставляли в покое, пытались напоить и накормить, развеселить и увлечь танцевать. Осыпали конфетти и обвешивали яркой мишурой праздничных гирлянд. Корпоратив тянулся так же долго, как и рабочие будни. Я бы давно ушла, выдумав несуществующий предлог. Вернулась в свою одинокую квартиру. У меня даже кота не было. Длительные командировки не располагали. И спряталась за экраном планшета или уткнулась в книгу. Вместо этого, притаившись за разлапистой искусственной ёлкой под самый потолок, я терпеливо дождалась наступления Нового года. Дежурно улыбалась тем, кто ко мне подходил, размышляя о том, какая всё-таки эта глупость, то, что я собиралась сделать. Но я уже дошла до такой степени отчаяния, что решилась. Заранее написала записку с просьбой к мирозданию. Собиралась сжечь её под бой куранта в пепел, пересыпать в бокал с шампанским, после чего всё это выпить, понадеявшись на чудо. И на то, что всё загаданное непременно сбудется. Чувствовала себя заправским некромантом, хотя вполне успешно возглавляла отдел продаж в международной компании, и мне пророчили взлёт аж до самых верхов. Мне нужен ещё один шанс, раз я испортила все предыдущие. Вот что я написала в записке. И ещё, дорогое мироздание, мне снова хочется хоть что-нибудь чувствовать. Что-то иное, кроме апатии и безразличия. Сейчас мне казалось, что вторая часть записки была лишней, та самая прочувства. Но исправлять её не оставалось времени. Ручку с собой я не захватила, бумагу тоже. В праздничном веселье их не отыскать, а до Нового года оставалось всего ничего. Не больше десяти минут. «Марина Владимировна, вот вы где». Возле меня остановился молоденький юрист. «Хорошо, что я вас нашёл. Просили вам передать, что к нам пожаловали из питерского отделения. Прибыл Артём Аркадьевич Багрицкий с супругой. Или же с подругой. Он её не представил. Переменился в лице. «Марина Владимировна, с вами всё хорошо?» «Со мной всё отлично, Юра», бодрым голосом отрапортовала я. Это шампанское ударило в голову и показало ему полный бокал. Соврала. За весь вечер я не сделала ни единого глотка. А в голову мне ударило совсем иное. Непрошенные в неё полезли воспоминания о том самом Артёме Багрицком, с которым нас связывали пять невыносимо прекрасных, но при этом нестерпимо ужасных лет. Восемь лет назад он ворвался в мою упорядоченную жизнь, в которой всё было просто и понятно. Успешная карьера и надежда на семейное счастье. Потому что я наконец-таки встретила человека, к которому была неравнодушна. У нас всё только начиналось, но оборвалось резко и внезапно. Потому что в моей жизни появился Артём Багрицкий. Захлестнул своей неуёмной энергией, заворожил и увлёк фейерверк чувств, который в конце концов и вытянул из меня все эти чувства. Позже, когда между нами всё стало совсем уж плохо, Артём без предупреждения перевёлся в другой филиал. Уехал в соседний мегаполис и исчез из моей жизни, оставив меня раздавленной и опустошённой. За последние три года он не сделал ни единой попытки связаться и узнать, как у меня идут дела. Впрочем, я тоже не делала. Училась жить без него, и у меня неплохо получалось. Пусть серый и однообразным этого не отнять, но я до сих пор была жива. И ещё я мечтала о новом шансе, поэтому даже написала ту записку для мироздания. Багрицкий уверенно меня отыскал, хотя я и продолжала прятаться за ёлкой, надеясь, что моё новое зелёное платье поможет мне слиться с пейзажем. Оказалось, надеялась я зря. «Мариночка», — воскликнул он, — «рад тебя видеть. Ты всё так же несравненно прекрасна. Впрочем, как и всегда». Я собиралась выдавить из себя улыбку, но передумала. Вместо этого уставилась на того, кого когда-то слишком сильно любила. Так сильно, что это едва меня не прикончило. Артёму должно было исполниться сорок два. Он был на четыре года старше меня и, что уж тут скрывать, отлично выглядел. Пусть в тёмно-русых волосах уже засеребрилась первая седина, она нисколько его не портила. Наоборот, придавала дополнительный шарм. Серые глаза смотрели уверенно и с присущей багритскому барской снисходительностью. Безвольная челюсть спряталась под модной бородкой, зато улыбка до сих пор оставалась прежней, той, которая меня и покорила, а потом все эти годы сводила с ума. Только вот на этот раз от неё несло фальшью. «Давай-ка я тебя кое с кем познакомлю», — продолжая улыбаться, произнёс Артём. Я послушно посмотрела на девицу, вцепившуюся ему в руку. За пять лет наших отношений я сталкивалась с дюжиной его подруг. Но Артём каждый раз уверял меня, что я всё неправильно поняла. Это всего лишь подруги, и между ними ничего нет. Затем стал говорить, что он любит только меня, а всё остальное — ошибкам. Очередной его ошибке на вид было лет пятнадцать. Высокое короткостриженное андрогенное существо в блёстках и в ультракоротком платье уставилось на меня оценивающе. Изучала, словно просчитывала, представляю ли я для неё опасность. Или же просто попалась на их с Артёмом пути. Придя к неутешительным для меня выводам, существо выдавило из себя подобие улыбки. Я всё же присмотрелась к подружке повнимательнее, и спрашивать у Артёма, заглядывал ли тот в её паспорт, перехотелось. По взгляду девицы стало ясно, что ей уже за двадцать. «Это Вивьен», — представил свою подругу Артём. «Марина Владимировна», — отозвалась я, внезапно ощутив не только свои несколько лишних килограммов, но ещё и лишние лет так пятнадцать. «Приятно познакомиться, Вивьен. Артём, рада, что вы здесь. Развлекайтесь». «Выпьешь с нами?» — спросил тот. «Так сказать, помянем прошлые дела». И хохотнул. «Пожалуй, откажусь. Собираюсь этим вечером напиться в одиночестве». «Как год встретишь, так его и проведёшь», — глубокомысленно изрекло существо по имени Вивьен. На это я неопределённо улыбнулась, решив, что никто не помешает мне привести в исполнение свой некромантский план. И мой бывший со своей новой подругой тоже. Тут всех стали звать к столу. Артём с Вивьен ушли, а я ещё глубже забилась за свою ёлку. Тем временем на большом экране президент уже заканчивал поздравительную речь, пообещав, что вот-вот, совсем скоро. И мы встретим новый, две тысячи... год. И тот обязательно станет счастливее прежних. «Пора», — решила я. Трясущимися пальцами выловила из сумочки зажигалку. Спешила, внезапно испугавшись, что из-за Артёма опоздаю. «Все мои приготовления пойдут на смаргу и придётся ждать ещё целый год». Пламя обожгло пальцы, но боли я не почувствовала. «Марина Владимировна, чем вы тут занимаетесь в одиночку?» — раздался удивлённый голос одной из девочек из бухгалтерии. «Идите к нам, скоро уже Новый год». Они спешили к праздничному столу и твёрдо решили забрать меня с собой. «Вот ты где, Мариночка, я тебя везде ищу», — возвестила внушительная Тамара Львовна, главный бухгалтер. Она считала меня старой девой без каких-либо надежд на исправление. Поэтому думала, что мне жутко интересно выслушивать истории о её четырёх взрослых детях, которые уверенно год за годом делали её бабушкой. Спрятаться не было никакой возможности. Тамара Львовна обладала бульдожьей и хваткой, шла ко мне подобно ледоколу, собираясь вытащить из-за ёлки и отвезти к общему столу. И я сдалась. Отправилась навстречу, радуясь тому, что успела пересыпать пепел в бокал. Тут-то грянули первые куранты. «Десять!» — в один голос воскликнули коллеги, а Артём поцеловал свою Вивьен. На это я не к месту вспомнила, как Артём целовал меня. Так, словно в жизни существовала лишь я одна. И дороже, и желаннее у него никого нет. Грудь пронзила болью. Я споткнулась на невысоких каблуках и отстранённо подумала. Надо же, я начинаю что-то чувствовать. Хотя даже не успела пригубить то, что наколдовала в бокале. «Пять!» — оказалось, пока я разглядывала своего бывшего возлюбленного, пропустила целых четыре счёта. Существо по имени Вивьен, оторвавшись от губ Артёма, посмотрело на меня с видом победительницы. Он ей обо всём рассказал, промелькнуло у меня в голове. В целом мне должно было быть всё равно, но почему-то не было. «Три!» — я снова пропустила один счёт. Зато мне удалось отвести глаза от целующейся парочки. «Сказать себе, что это старая история. А меня впереди ждёт новая. В ней обязательно найдётся место для ещё одного шанса. И я встречу свою любовь и непременно стану счастливой. Два! Один!» В момент безвремения, когда старый год канул в небытие, а новый ещё не наступил. Когда Артём вновь тянулся к губам Вивьен, а Тамара Львовна была уже рядом. Когда в воздух одновременно взмыли несколько петард и пробок от шампанского. И полетели конфетти, подхваченные ликующими криками. Именно тогда я сделала первый глоток. После чего искренне и от всего сердца пожелала исполнения загаданного. Мне нужен был ещё один шанс. Необходим как воздух. И поэтому я допила бокал до конца. Для уверенного закрепления результата. Но запрос у судьбы почему-то не захотел умещаться у меня внутри. Перед глазами поплыло. Грудь во второй раз обожгло болью, а к горлу подобралась тошнота. Ноги ослабели, и я внезапно обнаружила, что падаю. Хотя и не собиралась. Мир тоже взял и упал вместе со мной. Разбился на мелкие кусочки. Исчез на несколько мгновений, чтобы затем сложиться снова. Собрался, словно картинка в детском колейдоскопе. Но на этот раз стал совсем другим. Вместо украшенного к Новому году зала я очутилась на улице. Вдохнула зимний морозный воздух, затем в полнейшем изумлении подняла голову, уставившись в звёздное небо. Откуда срывались, падая на лицо, пушистые белые снежинки. Со всех сторон раздавались весёлые голоса, а неподалёку играла негромкая музыка. Но это были совсем другие голоса, не похожие на моих коллег. Да и музыка не имела ни малейшего отношения к тому, что происходило на корпоративе. Я заморгала, стряхивая снег с ресниц. Затем принялась озираться, пытаясь понять, где я очутилась, и как такое могло произойти. Но тут мир снова развалился на части. Затем собрался, но уже в понятную мне картинку. Я лежала на полу. Надо мной склонялись растерянные коллеги. Трясли меня за руку, кто-то брызгал на моё лицо водой, пока остальные спрашивали друг у друга, что случилось. «Марина Владимировна, что с вами? Вам нехорошо? Вам нужна помощь?» Неслось со всех сторон. «Перебрала слегка. С кем не бывает». Раздался уверенный мужской голос. Хотя я никогда не увлекалась спиртным, и Артёму это было прекрасно известно. Но постоянно забывал, потому что его всегда интересовала исключительно его собственная персона. «Не пила Марина Владимировна почти ничего», — возразил ему чей-то голос. А Тамара Львовна уверенно заявила, что она сейчас же вызовет скорую. «Не спешите вот так», — продолжал командовать Артём, хотя его никто и не просил. Склонился надо мной. «Ну же, Мариночка, зачем ты так много выпила? Поднимайся, не стоит портить людям праздник. Давай я отведу тебя в кресло вот так понемногу». Потянул меня за руку, помогая сесть, и тут я столкнулась с ненавидящим взглядом существа по имени Вивьен. Подруга Артёма явно жалела, что сердечный приступ меня не прикончил. В этот момент мир снова принялся раскалываться на части. И меня в очередной раз затянуло туда, где кружились снежинки, звучала музыка, а ещё... Там был лёд и скользившие по нему пары. На мне тоже были коньки, что доставляло мне невероятное удовольствие. К тому же вокруг всё оказалось прелестно украшено. Так, словно я попала в настоящую зимнюю сказку. Заснеженные деревья, фонари в форме лилий на декоративных решётках, отделявших каток от сада. И развивающиеся на ветру разноцветные ленты и поблёскивающие ёлочные игрушки. Где-то вдалеке шипя закрутились и запестрели фейерверки. И пары на льду остановились, чтобы посмотреть на подобную красоту. Вот и я тоже замерла. Внезапно поняла, что опираюсь на мужскую руку. Незнакомец стоял рядом со мной, я видела тёмное плечо в пальто, а заодно понимала, что присутствие этого мужчины делало меня спокойной и уверенной. А ещё счастливой до невозможности. Словно мне дали тот самый шанс, о котором я просила у мироздания. А я взяла и ничего не испортила. Тут меня снова стали трясти, затем я почувствовала боль от укола. Похоже, именно он и привёл меня в чувства. Но в другой, привычной мне жизни. Там, где надо мной склонились медики в защитных масках, кому-то сообщая, что забирают меня в больницу. На это я вновь закрыла глаза, пожелав. Всей душой, всем своим сердцем мне захотелось очутиться там, где была зима, смех и фейерверки. И где лезвия коньков скользили по льду. Там, где я слышала мелодичную музыку и ощущала уверенное присутствие любящего мужчины рядом. Вместо этого меня в третий раз потрясли за руку. Но голос был совсем другим. Детским, мальчишеским и недовольным. «Рина, ну вставай уже!» заявил он. «Просыпайся поскорее, а то сейчас почти полдень». И вот тогда-то я окончательно пришла в себя. Субтитры создавал DimaTorzok